МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Краснодар. Первая краевая клиническая больница. 30 июня 2015 года. Хирург Андрей Арестов проводит сложнейшую операцию. Его пациент Владимир Павлов. Молодой мужчина получил серьезную травму руки. Кожа с кисти содрана, кости раздроблены. Пациенту грозит ампутация. Андрей Арестов пытается спасти руку Владимира. Он вшивает ее в брюшную полость пациента, чтобы она вновь обросла кожей. Операция крайне рискованная. Может начаться нагноение. Если же все пройдет успешно, оперировать руку придется еще несколько раз. И гарантий никаких нет. Каждая операция – это маленький поход по лезвию бритвы. Владимир Павлов был готов на все, чтобы сохранить руку. Операция – это единственный шанс, объяснил пациенту Андрей Арестов. Он сказал, что все печально. То есть шансы все равно 50 на 50. Но пробовать, как будешь, не будешь. Я согласился, говорит, молодой парень, говорит, надо как-то за руку бороться. Владимир Павлов всегда был с техникой на «ты». В детстве, как и все мальчишки, часто ломал игрушки, а потом сам их чинил. Особенно нравилось разбирать машинки. Со своей первой настоящей тоже подолгу возился. К тому времени Владимир уже выучился на автослесаря. Женился, родился сын. Жила семья Павловых в невинном иске. Мужчина всегда был в хорошей форме. Когда не удавалось пойти в тренажерный зал, тренировался в ближайшем парке. Каким-то одним видом спорта не увлекался. Нравилось все. Займался спортом, гулял, отдыхал. То есть все, обычно, стандартная жизнь. Занятия в тренажерном зале, боксы, борьба. Все было. Владимир трудился на заводе наладчиком оборудования. Многим эта работа показалась бы монотонной, но мужчине нравилось. Был обычный рабочий день. Смена Владимира только началась. Механик собирался проверить станок и не заметил, что он был включен. Был шум, и не услышал, что включен станок. Ну и туда полез и затянуло перчатку. Все произошло в считанные секунды. Мужчина только помнит, как громко закричал. На крик сбежались все. Испуга, нет, просто был шок. То есть я боли не чувствовал, просто таком, как бы, не могу так толком объяснить. Шоковое состояние было. Станок тут же выключили. Достали искалеченную руку. На нее было страшно смотреть. Получается, кожу содрало всю, как перчатку с него. То есть мясо, сухожилие, я все это видел. Коллеги Владимира вызвали скорую. Мужчину отвезли в больницу и сразу же сделали первую операцию. Фактически просто пришили оторванную кожу обратно. Врачи Невиномысской больницы сказали прямо – готовьтесь к компутации. Шансов на сохранение руки мало. То есть они оказали первую помощь, что натянули кожу, то есть обезопасили, чтобы туда не попала ни грязь, ни какие инфекции. Клинический диагноз – последствия разможжения и травматической ампутации верхней конечности. Основное заболевание – посттравматическая деформация правой кисти. Состояние пациента после оперативного лечения. Молодой мужчина был в отчаянии. Из-за секундной ошибки он может навсегда остаться инвалидом. Один из врачей рассказал Владимиру, что в стране есть хирурги, которые могут попытаться спасти руку. Правда, гарантии никаких нет. Подобные операции очень редкие и рискованные. Но мужчина ухватился и за этот крохотный шанс. Вместе с врачом стал искать ближайшую клинику. Специалиста по восстановительной хирургии кисти нашли в Краснодаре, в первой краевой клинической больнице. Это был хирург-травматолог Андрей Арестов. Он еще по телефону подчеркнул – подобных пациентов и в мире по пальцам пересчитать. В русской язычной литературе, в англоязычной литературе не так много пациентов, у которых описаны подобные операции. Она не новая, но это достаточно редкая операция. Это достаточно серьезная восстановительная хирургия. Владимир Павлов помчался из Невиномыска в Краснодар. Времени было катастрофически мало. Могло начаться заражение. Тогда руку придется срочно ампутировать. Он приехал к нам через сутки после этой травмы, фактически уже с мертвой рукой. Доктор Асмельев сказал, что очень все плохо. И сказал, что срочно опираться. И предложил вшивать руку в живот, либо отрезать. То есть только такие шансы с сохранением ткани. Ну, я решился, чтобы руку сохранили. Андрей Арестов предупредил – лечение будет очень долгим и сложным. И потребует от Владимира невероятного мужества и упорства. Он понял все риски, все долгосрочные перспективы, всю тяжесть восстановительного лечения. Но пациент выбрал решение – бороться за конечность до конца. Мы руководствуемся принципом старых ортопедов, старых пластических хирургов, которые говорили, что на руке плохая рука, но своя – это лучше, чем хороший протез. На ноге, правда, наоборот. Там хороший протез считается лучше, чем плохая своя нога. Руку начали готовить к операции. Хирург снял кожу с кисти и удалил ткани, которые могли вызвать заражение. Мы ему спасли эту руку, я считаю. Мы ему все мертвые ткани полностью убрали. То есть после операции, так называемой некректомии, мы имели в руках только скелет кисти. Это были кости, мышцы, сухожилия. Хирург приступил к операции. Руку вшили в переднюю брюшную полость. Это только с виду кажется простым. На самом деле, любое неосторожное движение могло привести к тяжелым последствиям. Неизвестно было и то, как отреагирует организм пациента на серьезное хирургическое вмешательство. Помимо риска некроза, был риск нагноения. Потому что кисть с нарушенным кровоснабжением, мы полностью подвели новые ткани, новое сосудистое русло сформировалось. И кисть-то у него была раздавлена, ее замотало в станок. Поэтому там были многочисленные переломы костей. Фактически все кости были раздроблены. Операция прошла успешно. Осложнений, которых так опасался Андрей Арестов, удалось избежать. Владимир уехал домой, в Невиномыск. С рукой, вшитой в живот, ему предстояло жить три месяца. За это время кисть должна была обрасти новой кожей. Перевыкать, что у тебя рука в животе, страх того, чтобы вырвать ее. Неудобно было спать, неудобно было сидеть, потому что она вот так всегда была. Но все неудобно было. Несмотря ни на что, мужчина ни разу не пожалел о своем решении. Было трудно, но Владимир понимал, это время нужно просто пережить. Когда он вернулся в Краснодар, ему сделали вторую операцию. Кисть вместе с тканями передней брюшной стенки извлекли. В тот момент она была мало похожа на руку. Она была одна большая ласта. То есть она вот у такого был мешок. В результате мы получили заготовку, мы получили просто болванку. И дальше наступила очередь сложных многоэтапных восстановительных операций. Когда уже ее достали, руку, конечно, тяжело. Мышцы атрофировались, я ее поднять на такой уровень даже не мог. Пользоваться рукой Владимир фактически не мог, но он все равно был счастлив. Так долго ждал этого момента. Конечно, эмоции были, что уже другие, что достали руку, что она целая, сохранена. То есть есть на чем бороться, есть на чем работать. На руке не было ни одного пальца. Их предстояло заново создать. Задача амбициозная даже для опытного хирурга. За микрохирургическую реконструкцию берутся немногие. Андрей Арестов решил начать с большого пальца. Мне, наверное, больше всего понравилась операция по формированию первого пальца и первого межпальцевого промежутка. То есть первый палец у человека играет колоссальную роль. Межпальцевой промежуток, он участвует в различных видах сквата кисти. Поэтому эту важнейшую зону мы формировали с использованием тканей предплечья. Так хирург воссоздал первый палец и межпальцевой промежуток. Но это было только начало сложного пути. Предстояла многоэтапная пластика с выделением каждого пальчика. Каждая операция была уникальна, потому что здесь мы работаем на мягких тканях. Мы работаем на тканях, где кровоснабжение уже когда-то было нарушено. Мы сформировали фактически полностью ему новую сосудистую систему. И каждый раз мы балансировали над некрозом. С каждой успешной операцией становилось все больше шансов, что руку удастся сохранить. Самый тяжелый период остался позади. Владимир верил, что теперь все будет хорошо. Эмоционально это очень радостно, что после каждой операции, вот я приезжаю, и каждая операция, это все более лучше и лучше и лучше. Естественно, также настроение все радуется, радуется, и как бы не забываешь про это утром. А вот Андрей Арестов не забывал о своем пациенте ни на один день. Постоянно прокручивал в голове, что еще можно сделать, чтобы вернуть руке утраченные функции. Такие редкие операции – вызов для любого хирурга. Каждый хирург, ну, подобную операцию, наверное, как маленькую звездочку на своем погоне воспринимает, я так думаю. Поэтому каждая операция у него, она действительно волнительна. Каждую операцию приходится продумывать тщательно, рассчитывать по миллиметрам, по градусам, где что мы поворачиваем, где мы что как перемещаем. То есть задача – это вернуть парню конечность, хотя бы чтобы она у него была. Андрей Арестов понимал, на нем лежит огромная ответственность. Нельзя упустить, чтобы все труды врача и пациента пошли на смарку. Где-то в чем-то хирург ошибется, в результате пациент теряет то, за что мы столько уже, можно сказать, месяцев боролись. Жизнь постепенно стала возвращаться в привычное русло. Владимир снова вышел на работу, вновь сел за руль, вернулся к спорту. Каждый день он занимается на тренажерах, чтобы вернуть руке былую силу и подвижность. Сейчас она заметно окрепла, развелись мышцы, удалось разработать и плечевой сустав. Не все еще получается, не хватает подвижности в большом пальце, но Владимир радуется каждой маленькой победе. Все стараюсь сам, конечно, делать, то есть, ну, и многое получается. К чему-то приспосабливаешься, что-то не получается. Но если надо им работать, можно и это сделать. Доктор сделал свою работу, а теперь остается, все будет зависеть от меня. Как я разработаю, так я и буду ей работать. Это еще предстоят ему месяцы разработки. Мы будем еще какие-то, может быть, дополнительно корригирующие операции ему делать. Но самое главное то, что человек не стал инвалидом. У него есть своя собственная кисть, у него есть своя собственная правая рука. Это психологически, она, ну, это намного выигрышнее ситуация, чем если бы у него там был бы протез. Владимир признается, что сильно устал, тяжело было не только физически. Сейчас раны после очередной операции затянулись, и до следующей мужчина может позволить себе небольшую передышку. Конечно, поехать, куда мы отдохнуть, в плане море, может к нам, может за границу. От всего морально отдохнуть, конечно. Сегодня Владимир Павлов снова приехал в Краснодар. Но на этот раз по радостному поводу, на свадьбу к брату. Заодно увидится с доктором Арестовым. Ему сообщили, что хирург на операции, но он решил дождаться. Привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. За несколько месяцев совместной борьбы за руку они стали почти родными. Владимир Павлов благодарен Андрею Арестову, что он прошел с ним этот тяжелый путь. А врач, в свою очередь, восхищен решимостью мужчины ни за что не сдаваться. Это человек, который направлен на успех. Он понимает всю риск, всю тяжесть, и он действительно, как герой, он борется за свою конечность. То есть я к этому парню проникся глубоким уважением именно к его человеческим качествам. Мы к каждому пациенту относимся с душой, но есть люди, которым действительно просто реально хочешь помочь. Несмотря на то, что это кажется невозможным. Субтитры создавал DimaTorzok